Здарова, дружочки-пирожочки! С вами Рома-Дивиди, и сейчас мы посмотрим на вот такую интересную цыганскую штуку, которая называется EPZ TP30. Это ЦАП-усилитель для смартфонов, планшетов, ПК, чего угодно. Миниатюрный, компактный, золотой кирпичик. Цыганщина лютая, но как звучит, как звучит! Давайте смотреть быстренько распаковочку, а потом поговорим про звук. Интересный черный пенал с небольшим количеством иероглифов и золотым тиснением с изображением и логотипом главного героя обзора. Здесь акцизная марка с каким-то QR-кодом, здесь характеристики, с которыми мы ознакомимся чуть позже. Ну и, собственно, вот она прелесть. Карточка, опять же, с тех характеристиками. И вот он, золотой звезды колпак. Вы посмотрите, как он баллистит, светится, переливается, словно такой золотой слиток в хранилище скруджа МакДака. В общем, здесь лампочка, здесь кнопочки. Здесь два входа, балансный, 3,5. Это пижня откручивается, и там схема, ну, плата сама. Сам чип располагается вот здесь, к спинке прилегает теплоотвод, короче, вот эта вот металлическая поверхность является теплоотводом. И когда он работает, он ощутимо нагревается. Ну, как ощутимо? Не сильно, но тепленький становится. Ощутить можно, что он нагрелся. И тип Си, все. Он тяжеленький, грамм 50 он весит, он прям ощутимо тяжеленький. Знаете, такая своего рода конфета в золотой обертке, такая гулеверина, тяжеленькая. Ну, прикольно, очень прикольно. Ставь лайк, если ел советские гулеверки 80-х. Посмотрим, сколько у нас чуваков, рожденных с СССР. И идет здесь еще по серебрянной цифровой ТЭПСИ кабель с позолоченными наконечниками. Ну, представляете вообще, какая ляля, ты посмотри, какая прелесть. Витой, ой, фокуса нет. Витой красавец какой-то, глянька. Ну, красота. А сейчас поговорим немного о характеристиках, наверное, а потом уже о синергии и о всем остальном. ЕПЗ-ТП-30. Золотая поэзия. ЦАП ЕС-9038Q2M. Усилитель RT-6863. Переключатель усиления High Gain нажатием двух кнопок. Выходная мощность 125 мВт при 32 Омах. Баланс 270 мВт при 32 Омах. Декодирование PSM 32 бит. 768 кГц, DSD 512. Частотный диапазон 20 Гц, 40 кГц. Hi-Res золотой слиток. Соотношение сигнал-шум 122 дБ. Вес 56 грамм. Размеры 5,5, 2,4 и 1,2. Сравнение было с Hi-Res смартфоном Xiaomi Mi 9 Lite, который сам по себе выдает очень крутой звук. На дорогих наушниках разница между смартфоном и EPZ TP-30 менее заметна. На среднебюджетах наушниках разница более явная. Вероятно, это связано с тем, что из флагманов стараются все выжать по максимуму, чтобы звучали от любой дырки. Через баланс звук шире и объемнее. Сцена ближе, образы крупнее. Но через 3,5 звук немного острее и собраннее. Разницы при переключении гейна я не услышал. Вроде что-то меняется в плане объема, но на уровне самовнушения. Громкость остается прежней. После звуча более детальные и продолжительные. Ощущаются более выраженные текстуры. Перкуссионные инструменты звучат четко и раздельно. Эхо и отзвуки помещений, звукозаписи слышатся более явно. Перегруженные композиции не превращаются в какофонию, а подаются разборчиво с инструментами, находящимися на своих местах. Бас с небольшой доминацией, детальный, довольно приличный по весу и масштабу. EPZ TP-30 приятно слушать даже на высокой громкости. Он не заставляет морщиться от резких звуков, при этом сохраняет хорошее разрешение и детализацию. ЦАП певучий, мелодичный, имеется небольшой уклон в мягкость и теплоту, имея схожесть с аналоговым звучанием. Это покажется поэтичным, но я нахожу его подачу какой-то романтичный, летящий, мечтательный. Конечно, это не технические термины, но это ощущения, которые не выразить официальным языком. Данный аппарат относится к музыкальным, под него хочется двигаться, он создает настроение. Ведь музыка должна дарить чувства и эмоции, и этот кусочек золота – прекрасный посредник, который отправляет нас в мир грез под любимую музыку. Какие бы крутые наушники ты не купил, они будут играть так, как им позволяет источник. Поэтому, если хочешь узнать, насколько хороши твои наушники, попробуй хороший ЦАП-усилитель. Привет, друзья! А вот и я. А вот герой нашего сегодняшнего обзора – ЕПЗТ-П30 с золотой кирпич. И сейчас мы поговорим о нем неофициальным языком. Как иногда бывает, я запускаю ночной стрим, играю в игры, а ко мне заходят мои олды, олды канала, и говорят, Ром, посоветуй какие-нибудь наушники, усилитель, ЦАПик. И мы идем посреди стрима на Алиэкспресс и смотрим, что я могу посоветовать своим олдам, своим зрителям. И, как правило, тут довольно просто. Если у тебя Hi-Res смартфон, и ты не планируешь расти в плане звука, то просто покупаешь обычные наушники за 50 долларов и слушаешь, и кайфуешь, и не паришься. Потому что хороший Hi-Res смартфон раскрывает такие наушники на 100%, и все, и человек доволен и счастлив, его все устраивает. Но, есть, как обычно, такие типы, как мы, ищущие, постоянно ищущие люди, ищущие то самое золотое Эльдорадо, которым нужно больше, больше и больше, глубже и проникновеннее. Но я сейчас про звук, естественно. И дело в том, что тут уже никаким Hi-Res смартфоном не обойдешься. И вот простейший пример. LeShuer DZ4. Великолепные, прекрасно сбалансированные наушники, но с небольшой нехваткой баса, низких частот. И когда слушаешь их, хотелось бы чуть большего, вот чуть... Они хороши, на свою цену великолепны. Но хотелось бы чуть большего разрешения, хотелось бы чуть... Чуть-чуть поглубже бас. И прикол в том, что Fio K7, он техничен, как источник, он техничный, стационар у меня. И он не дает то, что хочется. А Hi-Res смартфон тоже не может дать этим наушникам. Он уже их не может до конца раскрыть. Более дешевые наушники он с легкостью раскрывает. И ты получаешь все, на что они способны. Более дешевые наушники. А вот уже такой среднебюджетный сегмент, типа DZ4, смартфон уже местами не вывозит. Ты понимаешь, что наушники могут лучше. Могут, понимаешь. Но смартфон этого не дает. А когда ты используешь вот такую штуку, ну, например, вот такую, действительно хорошую цепаусь, а не какую-то какаху с Алиэкспресса за три копейки. А говорим сейчас про действительно стоящие вещи. То DZ4 повышается разрешение у наушников. У них возрастает бас. Немного, но ты как-то ощущаешь иначе эти наушники. Ты понимаешь, о, вот они как должны играть. Вот так они наверняка и играют. И вот эта штука дает мне именно то, что я хочу. Но вот лишу ИРС-15 и золотой кирпич, настоящая синергия между ними произошла. Они сыгрались идеально. Я ничего не хочу в этой связке менять. Это прямо пушка-гонка. Это топ. Огромный планарный динамик, балансный, кабель великолепный. И золотой кирпич. Это потрясающе. Мне на смартфоне в этих наушниках чуть-чуть не хватало разрешения. Я бы хотел бы чуть менее округлый бас. И ты понимаешь, что вот этот вот чудо-свисток, он это дает. Не сказать, что разница гигантская на смартфоне и вот на этом свистке. Нет. Разница в тех малейших нюансах, которые делают из великолепных наушников эндгейм-наушники. Когда ты просто не хочешь ничего другого. Вот все. Оно вот так есть и меня устраивает. Дело в том, что вот с этим ЦАПом ты можешь ловить настроение от музыки. Он не то, чтобы какой-то супертехничный или еще какой-то. Он именно дарящий настроение. Да, здесь тоже можно выслушивать. Здесь нюансы слышны великолепно. Здесь рельеф баса читается и текстуры. Конечно, бывают более техничные какие-то. Но я сейчас не про техничность. А про то, что, как бы я назвал обзор-то золотая поэзия. Он по-настоящему поэтичен. Он эмоционален. Ты слушаешь музыку и ты ощущаешь эмоцию. Он не акцентирует излишне твое внимание на мелочах. Бывает, ты слушаешь и какая-то вот назойлива тебе тарелка, даже пусть не назойлива, но бывает отвлекает внимание. Зернистость какая-то, послезвучие какое-то чрезмерно продолжительное. Ты уже вроде дальше готов музыку слушать, а тут еще волна послезвучия идет, ты ее слушаешь, такой удивляешься. Да, да, послезвучие. И ты звуки слушаешь, но не музыку. Хотя это тоже приятно. А когда ты ищешь чего-то от музыки именно музыки, чего-то музыкального ищешь, то не хватает именно вот такой штуки поэтичной. Не знаю, почему у меня вот заело на этой теме, на теме поэзии, но это как стихи в осеннем парке. Когда ты читаешь девушки стихи, когда ты влюблен, когда листья падают, я вам пока что я хрень несу, но это настолько трогательно звучит. Я когда слушаю музыку, меня прямо вот именно вот через этот сапаусь и вот на этих наушниках меня прямо трогает до глубины души. Это та самая синергия, когда ты не отвлекаешься ни на что. Он тебе дает полное погружение. Ты именно эмоциями слушаешь музыку, питаешься этими эмоциями, которые ты получаешь. Ты даже как-то не ушами это слушаешь, а ты весь вот весь там, тебе все нравится. Даже какая-то заслушанная до дыр песня, она звучит просто и ты такой ты не хочешь ее переключить или перемотать. Это не техничный сапаусь, но в нем можно выслушивать при желании. Но он не располагает к тому, чтобы ты слушал звуки, он располагает к тому, чтобы подать тебе полностью полотно звуковое, чтобы ты материал не вычленял, а вкушал целиком. Это как взять бутерброд с икрой и не три икрынки, как на Новый год экономно положить, а ляпнуть туда ложку и захавать. Это вот такой вот сапаусь, который на тебе наталкивает, хавай музыку, это вкусно. Он не заставляет тебя вслушиваться и выслушивать. Хотя ты можешь, если хочешь, он позволяет это, но не заставляет. Он именно про эмоции, он умеет создавать настроение. Слушая грустную музыку, ты в таком меланхоличном настроении. Слушаешь, пока не понимаешь, что хочется переключиться, чтобы повеселеть. Ставишь что-то драйвовое, и ты такой, опа, полминуты и ты уже в каче. Какой-нибудь электрогитары, барабаны сочные, звонкие. Это потрясающая вещь, которая дарит сказку. Я так скажу, что мне он нравится больше, чем мой стационар К7. Потому что стационар, он все-таки садись, выслушивай. Вот он такой стационар от FIU. Возможно, другие продукты, какие-то топовые, там, K9, K9 Pro, возможно, они по-другому звучат. Там, может быть, фильтры есть какие-то, скорее всего, да, они там есть, которые переключают настроение вот этого ЦПУся. А этот чисто техничный, вот садись и слушай его. Он такой вокальный, в нем выслушивать вокал, все. А здесь он просто дарит тебе кайф от музыки. Ты слушаешь, и тебе хорошо. Поэтому я скажу одно. Кто бы что-то мне говорил, я вас не заставляю не покупать его, ничего, пофиг абсолютно. Я просто рассказываю свое мнение по поводу этого ЦП-усилителя. Вот это пушка, вот это вот все, вот эта связочка, это великолепно, это потрясающе. Все, я тут ничего менять не хочу. Это тот самый эндгейм, который ты нашел, и он тебя полностью устроил. И я не думал, вообще никак не ожидал, что мобильный ЦАПик сможет подарить вот такое аудиофильское счастье, пожалуй. Поэтому я заканчиваю на этой ноте, чтобы у вас осталось такое впечатление после этого видеоролика, что это только мои мысли, которые я просто рассказываю вам, но ни в коем случае их не навязываю. Мне интересно слушать музыку с этим ЦАП-усилителем на этих наушниках, вот именно в этой связке. Он отлично сыгрывается и с ДЗ-4 моделькой. Я уверен, что он великолепно будет в принципе любые наушники прокачивать, мягко говоря, прокачивать, озвучивать. Но именно вот S15 лично для меня идеальная связка. Ничего не хочу менять. Ни другие наушники, ни ЦАП-усилитель, ничего. Вот это вот то самое я нашел. Но, как говорится, счастье аудиофила оно не вечно, оно не долгое. Потому что я уверен, что через пару-тройку дней я снова начну изыскание в звуке. Потому что это уже будет пройденный этап. Я скажу, ну вот, я нашел золотой Эльдорадо, я послушал это, получил удовольствие, получил тот самый опыт, но настало время идти дальше. Этим и хорошо увлечение звуком, потому что ты всегда в движении находишься, ты всегда что-то ищешь, тебя всегда что-то интересует. Именно поэтому мне нравится этим заниматься. Здесь на самом деле нет эндгейма. Это вечный поиск. Поэтому, друзья мои, в концовке могу сказать только одно. Все эти золотые цыганские цапоусилители это, конечно, хорошо. но самое главное ищите свое золотое Эльдорадо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok